Доброе утро! Это новости с Поляны, а также самые интересные из последних эфиров. Таинственный информатор сообщает с Поляны о новых весёлых разборках между Захаровой и Бухенбалте. Яна старается сдержаться из последних сил и не вступить в драку с Кристиной. Ну а что не поделили, узнаем через неделю в эфире. «Вчера я била плафоны и думала, что разнесу кому-нибудь лицо», – рассказывает Яна. «Во мне было столько гнева, я готова была крушить всё вокруг. С сегодняшнего дня я села на успокоительные таблетки. Надеюсь, что так нервничать больше не буду». Также появилась новость о первом волшебстве малолетки Риты Осачи на Поляне. Девушка осчастливила Илью Рыбакова. Как вы помните, ранее она хотела это сделать с Михаилом и с Владом. Рита привела себя на проекте в порядок, на 17 теперь и не выглядит. Она пишет о серьёзности своих намерений, возраст ей не помеха. Я точно знаю, что уже хочу тёплые отношения и семью. Она показала, как устроилась на Поляне. «Это моё место. Я чувствую себя здесь, как дома. Со мной тут любимый единорожка, на стене мои фоточки. У меня хронический насморк, поэтому я говорю в нос». Но никто Риту всерьёз не воспринимает. Это и понятно, огородит такую чушь. С ней даже девчонки не разговаривают. А это Настя Исаева экспериментирует с образом. Сделала пучок, чувствует себя уверенно, считает себя красивой. Она успешно влилась в коллектив. Вот она признаётся в любви к Артёму Гранту. «Тёма хороший парень, люблю его всем сердцем». От Артёма без ума и новенькая Виктория, которая вчера пришла на проект. Но Артём говорит, что не зажглось. Вот комментарий понравился. «Там все участники, как перегоревшие лампочки. Особенно Грант. Вот и не зажглось». Артур Николаичук встретил Гуфа, чему не сказано рад. «Гуф меня узнал. Спросил ты из Дома-2, можно сфоткаться?» «Я согласился, он известная личность, не хочется подставлять. Я люблю Гуфа, слушаю его с детства, из поколения в поколение. И встретив его, я настолько набрался энергии». Вот и Горина сидит рядышком, тоже слушает Гуфа вместе с мужем. «Ребята помирились». «Мы ругались несколько дней», – говорит Катя. «Я была высосана, как лимон. Я затронула святую тему для Артура, за что искренне расстраиваюсь. Теперь у нас всё хорошо». Ну и на волне примирения Артур поехал покупать Кате новое колечко взамен потерянного. Он считает, что потерять кольцо – это ужасная примета. От этого идут все их проблемы. Барзиков и Бухенбалты, как вы помните, поссорились. Из-за картошки, из-за того, что Ваня хамит, а Кристина курит в комнате и лежит на кровати в обуви. Они спали по разным койкам. Барзиков снял всеобщие фото со стен и ждал приезда жены из Владивостока, которая обещала привезти ему рыбу. Но вчера вечером неравнодушный Адеев, который за друзей сильно переживает, обрадовал новостью. Крис, говорит, и дядя Ваня помирились. Только тихо, никому ни слова, это секрет. Ромашов познакомил Настю с мамой и сестрой. Они, женщины, стеснительные. Сестра вот прикрылась бокальчиком. Мама сделала вид, что смотрит в сторону, а потом в тарелку и не замечает направленную на неё камеру. Все семьёй они приехали в ресторан «Мясо». Озвучили место своей дислокации, чтобы все желающие могли подъехать сфотографироваться. К нам уже приехала подписчица с подарочками. Так приятно, отчиталась Настя. На этом фото вся Женина семья. Сестра Света, мама Марина, отчим Женя и любимая девушка. В Ермаково и Чистов отметили 7 месяцев отношений. Камин, вкусная еда, постель. Поздравляем, ребят. Даниэль уже, видимо, простил Надю за унижение, которое вот как раз показали вчера в ночном. Она сказала, что живёт с двумя жуликами. После этого Полянски стали тоже подкалывать Даниэля. Назвали псиной, собакой, саном, щенком. Также в ночном эфире Рыбаков обидел Танечку Репину. Он стал говорить чужой беременной женщине о том, что она стала выглядеть отвратно в последнее время. Совсем за собой не следит. Прическу макияж не делает, плохо одевается. Илья пишет ему, тебе какое дело до беременной Тани? Кто ты такой? Иди извинись. Он напоминает Ебарова. В Саратове таких хоп там что ли производят. Будь я её мамой, давно бы забрала дочку с Поляны. Выяснилось, что у Белой и Дубровского до сих пор не было волшебства. Юля решила с этим делом не спешить, ведь недавно обожглась с Грантом. Это все новости с Поляны на сегодня. Подписывайтесь, будем сплетничать. На подходе вторая часть новостей от бывших участников проекта. Редактор субтитров А.Семкин